12.06 в Кирове продолжается программа Дневной Разворот, в студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занько и наши гости. Мы сменили часть состава наших гостей. Давай сначала новичков представим. Валерий Семенищев, руководитель Совета Старших по Домам, организатор митинга против мусорного тарифа, мусорной реформы, который прошел в минувшее воскресенье. Валерий, добрый день. Добрый день. Ну, там не только о тарифах на мусор говорилось, и другие коммунальные проблемы поднимались. Алексей Кузьмин, предприниматель, участник митинга, депутат Городумы Пятого Созыва, наш частый гость, член Справедливой России. Добрый день. Добрый день. Да, и Кирилл Писный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР, с нами остается, потому что ЛДПР тоже активное участие в митинге принимала. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, по итогам сначала. Мы не очень разобрались с цифрой, которая характеризует количество участников митинга. Одни наши коллеги написали, что их было около полутысячи, другие написали, что их было тысяча. Кто-то написал полторы. Кто-то написал полторы. Все-таки там же рамки какие-то были. Вы нас как-то сориентируйте, пожалуйста, коллеги. Насчет рамок готовы сразу сориентировать. За 20 минут до мероприятия, когда собралось, на мой взгляд, примерно процентов 70 присутствующих, было 1140 человек. На рамке это спрашивал. Соответственно, после этого стали запускать людей еще с двух входов. Поэтому даже по данным МВД, если бы средства массовой информации, многие, которые писали цифру, позвонили туда и узнали официальные данные, они бы узнали о том, что речь идет как минимум о том, что присутствовало свыше 1140 человек. По моим прикидкам, это было около полутора тысяч. То есть 1500 человек приблизительно, больше 1300 точно присутствовали на этом мероприятии. Ну и надо не забывать, что кто-то приходил, кто-то уходил, может быть, да, кто-то там до конца, может быть, не дождался, пришел, выслушал всех и пошел домой переваривать. Там досталось много людей вдоль забора стояло. Вы не забывайте, что главный вопрос даже не сколько человек пришло на этот митинг, а сколько этот митинг и эти протестные действия поддержало людей в Кировской области. Через соцсети мы постоянно получали письма поддержки, комментарии. Многие люди хотели приехать из районов Кировской области, потому что именно в районах сложилась самая тяжелая ситуация с платежками по мусору. Поэтому на самом деле были десятки тысяч сторонников вот этой акции, этого мероприятия. Поэтому мне кажется, что мероприятие с точки зрения наполняемости и участия удалось. Мне буквально из Санчурска сегодня пишет многодетная мама, одиночка, пять детей, говорит, а где мне взять деньги, чтобы за каждого ребенка заплатить... 114 рублей с копейкой. Сегодня больше 500 рублей. Мы почему эту цифру уточняли? Потому что буквально за неделю до митинга, вы помните, тоже был митинг по мусорной реформе, и там было 150 человек. Мы это обсуждали. Это была средняя цифра по стране, потому что от 80 до 200 человек в разных городах, сравнимых с Кировом по численности, выходило людей. И мы тогда как раз говорили, с вами же, Валерий, сколько человек придет на этот митинг, как это все обсуждают, будут ли ждать марта, потому что на это ориентировались, что там основная волна пойдет митингующих и протестующих. Поэтому это очень показательно. От 150 до 1500, ну это серьезно, в 10 раз выросло количество участников за неделю. Мы обсуждали причины, потому что к моменту, когда был первый митинг, люди еще не получили платежек. К моменту второго митинга платежки уже были, все уже поняли, сколько им придется заплатить еще. Насчет платежек. Вышла странная ситуация, насколько я понимаю, почти полгорода получила нулевые платежки с квитанциями за мусор. Не знаю, мне принесли 157 рублей моих. Ну, а мне многие дома позвонили, сказали, что с мусором, то есть, что у нас двойные платежки пойдут на следующий месяц. То есть, есть мнение, что специально так сделали с квитанциями, чтобы на митинг меньше пришло людей. О, как интересно. Есть вот такая... В долгу играют люди вообще. Да, да, да. Давайте пройдемся по самому митингу. Ну, то есть, вот количество участников, я так понимаю, что показывает нам, что у людей не просто не потерян интерес, он возрастает. Дальше мы накануне митинга обсуждали вот эту историю. Валерий, вы говорили, что вы во все партии, исключая Единую Россию, послали приглашение на участие в этой митинге. В тот момент еще некоторые члены ИЛДПР и Справедливая Россия об этом не знали и рассматривали буквально по ходу дела. Но пришли и выступили, и с достаточно резкими заявлениями выступали на этом митинге. И заявления каждый раз поддерживались людьми, которые пришли на этот митинг. Итак, давайте сразу обозначим позиции, которые вы на митинге выносили, на обсуждение людей, и которые партии, собственно говоря, выносили. Валерий, вам слово. Ну, я думаю, что проще будет зачитать резолюцию. Это такие усредненные требования, которые в итоге у нас сложились. Очень хорошо, давайте. Первое требование у нас. Заморозка мусорной реформы на срок от года до трех лет до выполнения ниже следующих требований. Второй пункт. Понятная и детальная инвест-программа от рекоператора с учетом организации раздельного сбора мусора. Сейчас этого по факту нет. Третье. Пересмотр норм накопления отходов и пересчет тарифов. Четвертое. Введение системы льгот и компенсации для пенсионеров, инвалидов, многодетных, малоимущих и иных категорий граждан. Пятое. Принять законодательное решение о раздельном сборе отходов на территории Кировской области. Шестое. Предоставить возможность оплаты по факту оказанных услуг, по факту произведенных отходов. Седьмое. Произвести референдум о способе оплаты услуг за вывоз и утилизацию ТКО. То есть выбрать с человека, с квадратного метра или на выбор. Восьмое. Запретить ввоз мусора из других регионов для захоронения. Ну, как выяснилось здесь уже до эфира, вы, Кирилл, озвучивали, что, оказывается, не одна резолюция с этого митинга ушла. Кто еще что писал? Честно говоря, то есть вот сегодня буквально перед эфиром пришла информация от организованной группы участников этого митинга. Я не готов сейчас изложить, перед глазами нет информации, но в целом суть примерно одна и та же. И ключевой это момент, здесь первый пункт. Нам необходимо заморозить такую реформу, которая сейчас нам не приносит ничего полезного, кроме ничего хорошего, а только одни проблемы. Кто этот участник? Я не готов фамилию назвать, я не помню, просто боюсь ошибиться. Родфронт. Ну, наверное, да, наверное, это представители Родфронта, скорее всего. То есть это Валерий Николаевич Турло? Ну, Турло подходил, но выступал за него, по-моему, Зимин фамилия. Зимин или Зиновьев, что-то такое, да, я не готов сказать. Куда уйдет эта резолюция? Пока она пришла на почту Кировского оригинального отделения ЛДПР. А эта резолюция, она вот организована. Она согласована с кем, Валерий? С партиями. Валерий, вас не слышно в микрофон. Эта резолюция согласована со всеми тремя партиями, которые участвовали в этом митинге. Куда уйдет эта резолюция? Губернатору Кировской области. Она уйдет губернатору Кировской области. Игорь Васильев инициировал разработку закона о льготах на твердые коммунальные отходы. Это тоже свежая информация. Он говорит, что после принятия законопроекта региональные льготники смогут получить компенсацию в размере 50% на расходы на оплату коммунальных услуг по обращению с ТКО. А, нет, это Ольга Шуляйцева, министр социального развития, которая, да, собственно говоря, видимо, участвовала в вот этой законотворческой инициативе. Компенсация рассматривается в пределах областного стандарта, нормативной площади, жилого помещения или на одного человека, или в пределах количества членов многодетных малочисленных семей. Ну, там еще много всяких разных предложений. УЗС в едином порыве единогласно поддержал, Совет УЗС поддержал эту инициативу Игоря Васильевна. Вот я в связи с тем, что и у нас здесь, когда была РСТ, да, региональная служба по тарифам, и вот Игорь Васильев говорит о том, что все не окончательно решено. То есть мы будем в этом году смотреть, обсуждать, будем принимать предложения, собственные предложения выдвигать. Может быть, мы бежим впереди паровоза, и не стоит выходить на митинги, потому что, посмотрите, и законодатели, и члены правительства об этом говорят. В принципе, народ-то работает по этому вопросу. Да, народ работает, только он должен работать был до начала реформы. Это как так? То есть мы сейчас за это будем платить, за то, что кто-то будет работать, и потом неизвестно, к чему они еще придут. Так ведь это, в принципе, я считаю, недопустимый подход. Но среди Ваших требований нет перерасчета. Почему? Есть, во-первых, перерасчет. Во-вторых, мы просим мусорную реформу заморозить вообще, чтобы они вот все как следует долго проявили. Вот есть же нормативы, допустим, чтобы проверили. Вас сейчас проверяют, насколько я помню. Давайте мы спросим у Алексея Кузьмина, что значит заморозить мусорную реформу. Не обвергнет ли это Кировскую область снова в какую-то яму? Мы и так отстаем по очень многим показателям от городов и даже целых регионов перед веком. И возможно ли это сделать на региональном уровне? Должны быть федеральные решения. Вы знаете, Вы только что подняли главный вопрос, что эти инициативы, та так называемая мусорная реформа, еще обсуждается, еще согласовывается, еще потенциально туда можно внести изменения. Именно поэтому вся наша консолидация, все наши протестные мероприятия, сбор подписей, коллективные обращения и так далее, они все носят конструктивный характер. То есть мы не говорим о том, что выходите люди на баррикады, не платите люди по квитанциям ни в коем случае, мы к этому не призываем. Мы приносим конструктивную обобщенную идею в стены областного законодательного собрания, в стены правительства Кировской области и тех организаций, предприятий, учреждений, которые за это отвечают. Еще раз повторюсь, у нас повестка конструктивная, и любая организованная группа, которая действует в рамках правового поля, она имеет право, возможность предлагать свои какие-то конструктивные предложения и мнения. Та повестка, которую мы сформировали коллективно, напомню, что это один из немногих случаев и, можно сказать, практически беспрецедентных случаев, когда на подобного рода мероприятия пришли практически все оппозиционные политические партии, и политические силы, неважно, парламентские, там, не парламентские партии, общественные организации, какие-то общественные активисты, туда все пришли. Вот очень жаль, что туда не пришла Единая Россия. Ну, про эту партию можно вообще не говорить, потому что именно эта партия принимает все подобные инициативы в нашей стране и в нашем регионе. Тем не менее, там, именно в том числе и с этой партией придется тоже конструктивно разговаривать, потому что без них через областное законодательное собрание ни один законопроект не протащить. Не протащить, правильно. Поэтому мне кажется, что здесь исключительно конструктивная повестка, и с ней нужно работать, и поэтому там все заинтересованные стороны готовы садиться за этот круглый стол, за этот стол переговоров, вносить свои предложения. Мне кажется, это правильно. Прервемся на полминуты, продолжим обсуждение результатов итогов митинга против мусорной реформы, который прошел минувшее воскресенье, и поговорим о перспективах дальнейших действий и общественников, и партийных организаций, и оценим позицию Илья Вячеславовича Шульгина, который вчера сделал заявление по поводу митингов. Продолжаем разговор с нашими гостями. У нас в студии Валерий Семенищев, руководитель Совета старших по домам, и организатор митинга, который в минувшее воскресенье прошел в нашем гейт-парке. У памятника Степану Халтурину сквер, борцам революции. И главный церкви, рядом с главным храмом Кировской области. Пока еще не главный. Да? Ну, неважно, ладно, дальше поговорим. Алексей Кузьмин, предприниматель, участник митинга, депутат Гордумы Пятого созыва, Справедливая Россия им представлена, Кирилл Писный, координатор Кировского регионального отделения ЛДПР. Надо сказать, что вчера Илья Вячеславович Шульгин, вот что касается митингов, Илья Вячеславович Шульгин сказал следующее. Все эти митинги и пикеты говорят о том, что у нас есть неравнодушные горожане, которым не все равно, как это все происходит. Он говорил о мусорной реформе. Митинг, наверное, далеко не последний. Я думаю, мы будем находиться в постоянном диалоге. Какие-то предложения будут поступать, мы их будем отрабатывать. Там, где сможем какие-то вещи для себя принять, будем делать. Вполне возможно как-то поменять законодательство, говорит он. Будут вноситься поправки. Это же процесс живой, постоянно что-то меняется. Ко всем горожанам хочется обратиться, чтобы они не воспринимали мусорную реформу как нечто сложившееся, что вот так и никак по-другому. Как вам позиция сети-менеджера? Ну, здорово, что наконец начинает у нас власть воспринимать это как реально действующий механизм. Может быть, наконец перестанут люди бояться ходить на такие мероприятия, бояться задержания и так далее. Действительно страшно. Приходишь к месту проведения митинга, какие-то машины, камеры, везде рамки, полиция и так далее. Это может быть страшно. На самом деле это делается для обеспечения нашей же с вами безопасности. Ради того, чтобы не было никаких провокаций, я на отдельные тонкие места сотрудникам полиции всегда обязательно указываю как организатор и соорганизатор этого митинга и всех остальных. Поэтому очень важно понимать, что это работающий механизм, доступный каждому человеку. Мы действительно можем таким образом добиться результатов того, чтобы нас услышали. Вопрос, конечно, так и остается, почему уже мусорная реформа начала работать. Мы платим сейчас, а поправки там будут носиться позднее уже как-то. Это, конечно, совершенно несправедливо, но нас поставили в такие рамки, и мы сейчас обязаны таким образом действовать. Поэтому как только мы поймем, как власть реагирует на эту ситуацию, мы поймем, как дальше действовать. То есть сейчас пока реакция до конца непонятна, то есть до конца недели мы будем понимать, нужно ли на дополнительный митинг выводить людей. При этом есть понимание, что на следующий митинг придет уже и 5, и 10 тысяч человек. Это вполне реальные цифры. Между тем, следующий митинг запланировал на 2 марта, но не вы организаторы, и мы не знаем, получено или не получено разрешение. На этот митинг, о нем тогда поговорим попозже, с теми, кто его организует. А пока надо сказать, что кроме митингов есть и другая активность. Люди сами выходят в суды, защищая собственные права, считая, что нарушен закон и их законные права при введении мусорной реформы. И у нас на связи Иван Радыкин, член общественной палаты Кировской области. Иван, добрый день. Светлана, добрый день. Отлично. Да, здесь Светлана, Анна Лапшина, Валерий Семенищев, руководитель Совета старших по домам, Алексей Кузьмин, «Справедливая Россия», Кирилл Писный, ЛДПР. Иван, расскажите, пожалуйста, о вашем опыте. Вы и еще группа товарищей пошли в суды, защищая собственные интересы. Вы считаете, что мусорная реформа нарушила ваши права? Суть вашего иска в суде? Да, Светлана. Начиная с момента приема тарифа, когда нам показали, что стоимость выше, чем в соседних регионах, и приблизительно одинаково, больше 900 рублей, начали внимательно отслеживать, как будет проводиться принятие нормативов. На многих форумах, в том числе и на форуме Кировской областной общественной палаты, проходили голосования. И вот по результатам голосования, где-то 54 на 13, это было соотношение между решениями жителей оплаты с человека норматива и с квадратного метра. И полной неожиданностью для нас вышло распоряжение от Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства под номером 67 от 26 декабря. В этом году, якобы, в интересах населения, как наиболее справедливый, был принят норматив с квадратный метр жилой площади. Особенно такая справедливость коснулась нас, жителей индивидуальных жилых домов. Потому что в 2016 году было принято постановление, что в жилую площадь, в жилые домов входят все площади, начиная от метров 80 подвалов, ограды, мансарды, веранды, то есть все, что находится под крысой. То есть это не только комнаты, это и подсобные помещения какие-то, да? Да, все подсобные помещения, то есть на настоящий момент жилые площади, они цифры, площадей домов, они очень высокие. Вот у меня, например, 295 квадратных метров. Он включается и гараж, включает подвал. И вот по сравнению с той ценой, которая была суммой заявлена в красивой презентации об установлении единого тарифа оригинального оператора Купит. На предпоследней странице стоит красивая цифра, значит, 137 рублей 6 копеек с человека. А у вас полторы тысячи получается? У меня за январь месяц пришел счет 300 рублей с человека на сегодняшний день. А так как у меня семья, основное, там, 2-3 года проживает часть семьи в сельской местности, то, ну, 500 рублей с человека. Налицо явная дискоминация по месту жительства. Так как вот данный норматив ущемляет мое право в связи с местом жительства пользоваться равными правами с другими жителями города Кюрс, в виде права на равную стоимость коммунальной услуги на человека при прочих равных, влияющих на образование вот этой услуги в факторах. Потому что, ну, многие уже заезжены на такой норматив, квадратные метры не образуют мусор. Да. Мусорят люди, а не метры. У нас это говорилось. То есть вы пошли в суд опротестовывать именно тариф, платеж квадратного метра? Мы пошли в суд опротестовывать не тариф, норматив. Норматив. Вот. На момент подачи в Кировском областном суде уже было аналогичное заявление от Константина Екатерины Сухих. Вот. Радуюсь, что есть у нас в городе еще молодые, активные, неравнодушные жители нашего города. Вот. В ходе первого судебного заседания к нам присоединились Ирина Васильевна, Дмитрий Кузнецов, Сырчин Вячеслав. И к следующему заседанию, оно будет 25 ноября, планируют присоединиться еще четыре союзца. То есть это такой уже групповой риск получается. Суть у всех одна, в принципе, у всех жителей индивидуальных домов идет значительное превышение взема ТКО по принятому нормативу от фактического образования. Вот по расчету у меня ежедневно образуется, если с площади считать, то 50 литров ТКО. Ну, сами представьте, если покупаем мы пакет или полтора пакета в день, то мы должны пять пакетов выбрасывать. Не, ну давайте так, вот ведро среднее, это 10 литров, да? То есть пять ведер у вас образуется. Пять ведер я обязан оплачивать за пять ведер ТКО в день. Иван, с вашей точки зрения, каковы перспективы вашего дела? И изучали ли вы опыт, может быть, я не знаю, может, рано об этом говорить, но какой-то опыт в стране есть? Нет, значит, в чем суть нашего, вот не только нарушения 19-го из таких конституций, но и не исполнение Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, порядка применения и формирования вот этих нормативов. Вот анализируя состояние дела наших соседей из соседних регионов, смотрим, вот Пермский край, Удмуртия, Татария, Нижегородская область, мы везде видим присутствие двух категорий. Многоквартирные дома и индивидуальные жилые дома. Разные тарифы, нормативы. Да, разные нормативы, разные подходы. В Коми же даже подразделяются дома с центральным отоплением и с печным отоплением. Вот и, к примеру, печное отопление 0,83 куба человека в год. При нашем предложенном норме, значит, на одного человека 1,732 куба. Удара за. Да, спасибо, Иван Радыгин, член общественной полосы. Есть еще что-то, да, существенное? Да, да, да. Значит, по ходу заседания, в день заседания по запросу мы получили очень интересный документ. Экспертное заключение по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Кировской области. Институт Кировкоммунпроект. Кстати, учредителем этого же института, а в нашем случае заказчиком, является одно и то же лицо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Вот, видимо, такой тандем способен легко решать задачи с одним известными и двумя неизвестными величинами. Вот в приложениях приведены подтверждающие данные о площаде жилых помещений, количество проживающих. И, видимо, на фундаментальных таких расчетах был формирован сложный показатель, как кубометры на одного человека, кубометры на площадь. 13 февраля состоялось первое заседание суда. Представители ответчика не смогли ответить и пояснить, как появились эти цифры. Они просто не обладали информацией, проводились ли замеры по следующему заседанию, 25 числу, пообещали предоставить все имеющие документы. Скорее всего, все-таки не было исполнено 269-е постановление правительства. Пунктом седьмого, который является, что в целях определения нормативов производятся замеры отходов, для чего выбираются участки поселений и городсков. Вот для нормы для нашего города с населением 507 тысяч, это должен быть определен сегмент где-то в пределах 0,5% от общего населения. И по каждой категории, в том числе и по категории многоквартирного дома, индивидуальные жилищные дома, были обязаны провести данные замеры. И еще замеры производятся и по сезонному фактору, то есть зимой в декабре-январе, весной в апреле, летом июнь-июль и осенью, сентябре-октябре. На прошлой неделе на стене ВКонтакте представители энергетики ЖКХ Кировской области, министерства, выложили вот такое. В 2018 году проведены замеры объема с нагревлением ТКО. В настоящее время идет обработка полученных результатов и последующие расчеты нормативов для многоквартирных домов и индивидуальных домов. По результатам будут утверждены новые нормативы отдельно для МДК, многоквартирных домов и индивидуальных жилищных. То есть замеры еще не обработаны? Даже если они были произведены, а мы не уверены точно, не знаем, но есть некий документ, они еще не обработаны? Не обработаны. И вот что самое интересное, если институт, который может с одним неизвестным делать сложные вычисления, здесь последний замер должен, согласно правилам произвести, он был в октябре месяце, а это просто сложить сумму всех отходов и разделить на количество проживающих или площадь, вот такой они до сегодняшнего дня, видимо, не смогли сделать. Есть еще, значит, последнее. Только быстро, у нас полминутки. Есть апелляционное определение Верховного суда от 13 сентября 2018 года. Вот по именно такому же иску, где было определено, получение вне процедуры сбора данных о массе и объеме накапливаемых отходов подъезжает отклонению, как основанное на ошибочном толковании закона. Применение иных исходных данных, кроме как полученных в результате замеров для расчета норматива действующего законодательства, не предусмотрено. Это где было такое определение вынесено? Это апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 13 сентября 2018 года, номер 25-4 АПГ-18-4. Спасибо, Иван Радыгин, член общественной палаты Кировской области. На полторы минуты уйдем на перерыв. Павлины, говоришь? Реклама. Итак, кировчане не только собрались на митинг, причем уже не первый митинг в минувшее воскресенье против мусорной реформы. Как мы сейчас выяснили, кировчане пошли в суды, и уже не первый иск в суде рассматривается. Нам сейчас очень подробную выкладку дал Иван Радыгин, член общественной палаты Кировской области. Спасибо ему большое, потому что он буквально, начиная с Конституции, заканчивая законодательными различными актами, рассказал, что нарушается с его точки зрения и в части конституционных прав, и в части обработки, собственно говоря, и вывода тарифа, который определила Кировская область. Меня заинтересовал очень вот этот вопрос. Я, честно говоря, не знала, потому что мы полгода задавали вопрос, как у нас рассчитывается тариф, кто рассчитывает. Про замеры? Понятно. Оказывается, должны были быть проведены замеры реально произведенного мусора по секторам города и области, по домам, какой дом, сколько там человек живет, как там это все происходит, по сезонам, по времени года. Это сделано, судя по документу, который говорит, о котором упоминает Иван Радыгин, что замеры проведены, только непонятно где, в каких секторах, но данные не обработаны. Последний замер был в октябре, как было сказано. И вот здесь, конечно, хочется услышать вашу реакцию, Валерий Семенищев. Ну, по этим нормативам вообще странная ситуация. Получается, уже третье объяснение идет по нормативам. Сначала было известно, что нормативы какие-то есть, что чуть ли не 4 года их замеряли. Потом оказалось, что по нормативам вроде бы даже замеров не было, потому что вот по этому экспертному заключению Кировского проекта там даже вроде бы информации нет. Ну, вот как вот сами САИСы мне сказали. Сейчас появляется информация, что за 2018 год все-таки что-то проводилось, да, и вот просто посчитать не могут. То есть само то, что вот ситуация такая неоднозначная, это уже наводит на определенное размышление. Надо сказать, что тариф нам в декабре. У РСТ, понятно, подожди, там есть разные вещи. У РСТ другая, да, система расчета. РСТ считает тариф на захоронение Куба, а нормативы влияют от Министерства ЖКХ. Министерства ЖКХ Кировской области. Да. Да, Алексей Кузьмин. Вы знаете, мое мнение по этому вопросу следующее, что у нас так называемая мусорная реформа в Кировской области была совершенно не готова, полигоны не готовы. Транспортные компании не готовы, тариф не готов, экспертное заключение не готово, платежные квитанции идут с опозданием, и только сейчас они формируют базу по рассылке квитанции. А сколько недовольных уже в офисах, требующих перерасчетов? Я все к тому, что, в принципе, к этой реформе у нас, в принципе, ничего не было готово, а мы ее проводим задним числом, принимаем какие-то инициативы, какие-то законодательные акты и так далее. Это неправильно. Я считаю, что во многих регионах России до сих пор не утверждена вот эта система по вывозу, транспортировке и утилизации. До сих пор не выбран региональный оператор. Есть такие регионы, и эти регионы позволяют себе оттягивать свой мусорный вопрос. Я считаю, что наша повестка как раз сформирована на этом митинге о том, чтобы отложить этот вопрос до того момента, когда все нюансы, все инициативы устаканятся и примут окончательный вариант, а не как сейчас. Это первое. Но это радикальное решение. Не то, чтобы радикальное, но мне кажется, это абсолютно реальное, нормальное решение. Если вопрос не готов, зачем его принимать в попыхах, на людей накладывать колоссальные расходные обязательства, люди в стрессе, люди в шоке, люди получают квитанции, не знают, кому звонить, не знают, куда обращаться. И правительство, и все компетентные органы будут сейчас массово получать письма, жалобы, коллективные устные и так далее. А надо сказать, что народ уже пошел. Народ уже пошел. В урсах энергосбыта, как говорят наши коллеги, просто от и ужаса. А чего пошли-то? Объясни, пожалуйста. Потому что людям, кому-то принесли квитанции за какие-то домики в деревне зимой, где они не живут. За гаражи. Да, за гаражи кому-то принесли квитанции. Народ идет разбираться. Люди еще не очень понимают вообще, как можно не сделать перерасчет за квадратные метры, на которых ты не живешь. То есть у кого-то пустуют квартиры, у кого-то пустуют дома где-то загородные. Ну вот это обычный деревенский домик, это не хоромы какие-то. И туда тоже пришли квитанции. Народ пошел разбираться, а там им говорят, извините, а вы здесь не сделаете перерасчет. Вы знаете, еще мнение такое, что вся эта мусорная реформа, так называемая, она прежде всего негативна своими цифрами. То есть люди получили квитанции и платят свои кровные рубли из кармана за так называемый мусор. Она негативно воспринимается людьми. Почему? Потому что услуга, как она была, так и она и остается. Ничего в этой услуге не изменилось. Я выносил один пакет мусора в день, я выношу этот один пакет мусора в день. Я ходил 100 метров до мусорного бачка, я и хожу 100 метров до мусорного бачка. Если еще 100 метров, если не передвинули, не объединили. А самая главная речь идет еще и о другом, что здесь в этой инициативе, понятно, что это федеральный уровень, понятно, что он спустился к нам из федерального центра. Но, тем не менее, здесь, в этой мусорной реформе, экологией вообще не пахнет. То есть нам на федеральном уровне промывают мозги тем, что здесь государство заботится об экологии, полигоны ТКО переполнены, мы заботимся о грунтовых водах, сточных водах и так далее. Но на самом деле здесь экологией не пахнет, здесь бизнес. Здесь исключительно бизнес-модели, и правильно нам говорят, и почему-то люди этому верят и убеждаются, что тот же региональный оператор Куприд зарабатывает всего лишь 1% от всей этой денежной массы, которая будет к нему поступать. Но зарабатывает-то не региональный оператор, а те подрядные организации, которые возят, складируют, когда-нибудь через какие-то там 100 лет будут перерабатывать этот мусор. То есть зарабатывают определенные бизнесмены, их всего лишь единицы здесь по пальцам сосчитать. И люди этим недовольны. Они стали платить больше за услугу, которая не изменилась, на этом будут зарабатывать единицы, а терять будут десятки тысяч людей. Вот я хотела сказать, я у себя в Фейсбуке 17 февраля перепостила сообщение от наших коллег из Чебоксар. Так вот, в Чебоксарах выпускают прямо целые ролики, социальную рекламу, что они делают, что касается экологии сортировки. У них уже два сортировочных завода построены, сортировка идет полным ходом, и они показывают, как это происходит. То есть они ввели, и они показывают, как это происходит с цифрами, с фактами, с картинками, с техникой, со всеми делами, люди за деньги отчитывают. Да, но и под этим постом тоже были комментарии, вот как раз нас спрашивали, а сколько у нас, что это у нас за высокий тариф, я написала, что он у нас высокий тариф. То есть нам говорят, что вот у нас, например, 79 рублей, там коллега мой из Тверской области пишет, а у нас снизили нормы накоплений, установили для всей области единый тариф 96,5 рублей, но ничего не делается, говорит, у нас, а в рекоператоре уже обыски и выемки документов пошли. В общем, в принципе, говорит, никто не потерял, никто и не выиграл, у нас по площади 2,5 за квадратный метр платили, но, в общем, где-то по 150-300 рублей за семью выходит у них там в Тверской области. Но, тем не менее, не успел начать работу рекоператор, даже при таких тарифах, они сильно от наших отличаются. Там уже пошли проверки. Я напоминаю, что у нас единый рекоператор, в отличие от многих регионов, где их несколько. Этот рекоператор имеет коммерческую составляющую в смысле владельцев и муниципальную составляющую в смысле владельцев. При рекоператоре на днях был создан общественный совет, я туда вхожу, но я вчера на нем, честно скажу, не была Валерия. А Валерия был. Не была, потому что я сразу говорила, когда мне предлагали участвовать в совете, ну, потому что, чтобы претензии отсечь сразу, что у нас эфиры, простите, с половины одиннадцатого до двух часов, и лучше меня не включайте, если советы будут в это время. Ну, вот правда. Поэтому я не была, но там такая бойкая команда собралась в этом общественном совете. Мне кажется, там будет просто искра во все стороны лететь. Валерий, что вчера было? Установочная такая сессия, да? Вчера искр не было. Я бы, наверное, все-таки коснулся не столько общественного совета, а сколько математики условно. Давайте общественный совет потом расскажем. Ну, я потом скажу про общественный совет, что я хотел. У нас две минуты. Да. У нас вот индивидуальные жилые дома, видно, что очень много посчитали. Понятно же, что эта цифра вошла в расчет, общий расчет по Кирову, по Кировской области. Предположим, ситуацию, эти индивидуальные жилые дома переходят на факт потребления. То есть общая сумма сбора денег, она сильно упадет. Куда эта сумма попадет? Она попадет, скорее всего, в общий тариф. Соответственно, у нас расчет тарифа, норматив для многоквартирных... Выпадающие доходы рекуператорам. Да, многоквартирные дома попадет, сразу цифра заметно увеличится, да? Просто дальше. Второй момент. По раздельному сбору мусора. Почему его сейчас получается, я так полагаю, не ввести? Потому что мы сейчас должны заплатить за полигон. Если мы сейчас ведем еще мусоросортировку, еще что-то, сколько тариф должен встать? Соответственно, мы сейчас без сортировки просто потому, что нужно срочно, срочно кому-то продать нам полигон. Причем, который там останется в собственности. И сейчас еще... Просто кому-то продать. И там еще вторая очередь. Да, и вторая очередь, и все. То есть мы сейчас платим за полигон. И он частный. Да, и он частный, да. И это вот отдельный момент. Дальше. Про общественный совет теперь вернусь. Я вчера, разумеется, стал задавать вопрос по раздельному сбору мусора. Я хотел, давайте мы сделаем на квартирном доме, раздельный сбор организуем. Половина контейнеров сделана цветная, половина общая. Да, мы сами организуем без всякой вашей реформы. Организуем, кому сдать, отвезти. У меня три или четыре человека фактически пытались заглушить эту идею. Давай потом, потом, потом. Это на общественном совете? На общественном совете, да. То есть безыск, близо всего. Но вот давай, не сейчас, давай. У нас более срочные вопросы есть. Более срочные вопросы это информирование в средствах массовой информации. Людям объяснять нужно, зачем больше платить, да. Ну и второй вопрос это то, что назрел по индивидуальным жилым домам. О том, что люди вот в Порошино, в Садоковском, вот недовольны этим. То есть вот. Ну и понятно, что индивидуальные жилые дома у нас еще не только вот простых жителей касаются, но и кого-то нужно побогаче, да, соответственно. Не, ну тут речь-то идет, ладно. Человек, который хорошо зарабатывает, он заплатит полторы тысячи. Вопрос-то о тех, кто не может себе позволить такие платежи. Или по подкованной, там, с юридической точки зрения человек пойдет в суд, да, как это представитель общественной палаты сделать. Но основная масса населения, она у нас даже не знает, просто впадает в панику. Как выяснилось, да, как выяснилось, очень многие вообще не слышали и не поняли, что какая-то мусорная реформа в стране. То есть у нас приемные, переполненные сейчас, люди приходят и говорят, а платить-то надо вообще? Причем это пенсионеры, бабушки, дедушки. Которые вообще-то смотрят центральные каналы. Это же как надо было тогда информационную работу на центральных каналах выстроить? Валерик, вопрос об информационной работе. Если народ вообще не просек, что какая-то мусорная реформа, и что им сейчас вот так платить придется. А потому что там все фильмы распрекрасные про наше будущее. Как прекрасно мы будем сортировать, перерабатывать и прочее. А на месте-то ничего нет. Если взять про Киров, у нас же раздельного сбора мусора нет, соответственно. Людям же нужно объяснить, что мы с вас возьмем больше денег, но ни за что фактически. Поэтому у нас в Кирове особо это не объясняли, я так думаю. Но мы-то со своей стороны, конечно, с Аней клянемся, клянемся и клянемся, что говорить о мусоре будем бесконечно. У нас и так каждый день это вот этот вопрос. Но время дневного разворота подошло к концу. Благодарим наших гостей Валерия Семенищева, Алексея Кузьмина и Кирилла Писнова. Через 20 минут Азия Сагаев, дневной разворот завершается. Редактор субтитров А.Семкин